Здравствуйте! В эфире информационная программа «День города». С вами Анна Герцовская. Сейчас мои коллеги-репортеры телекомпании «Город» познакомят вас с новостями нашего региона. Смотрите в этом выпуске. Загрязнение родников. Строительство в Рязани приводит к ухудшению качества питьевой воды. Новый туристический логотип города. Рязанцы поделились мнениями об изображенном ратнике. Первые телефоны в Рязани. Сегодня страна празднует день начала работы телефонных станций. Остаться без чистой воды возможно самое страшное, что может случиться с человеком. Но такое уже происходит. Из 6 миллиардов жителей планеты почти 2 миллиарда не имеют возможности пить чистую воду. Причины разные. Где-то это вырубка лесов, в других местах загрязнение водоемов, осушение болот. Это все и нарушает естественный природный баланс. Такая проблема не проходит и мимо нашего региона. В этот раз причиной становится строительство. Под угрозой исчезновения уже оказались популярные родники. И это еще не все. В скором времени и качество водоснабжения в некоторых районах города может резко ухудшиться. Подробнее в следующем материале. Окраина города – зеленый уголок в конце микрорайона Дашково-Песочня. Одно из немногих мест города, где чистый воздух сочетается с уникальной природной местностью. Здесь не один десяток лет живут дачники. Некоторые круглый год. Сюда любят приезжать и горожане. Причина тому – родники, которые бьют в овраге, вдоль которого в свое время и был разбит дачный массив. К роднику местные и приезжающие относятся с особым уважением. Облагораживают и заботятся о его сохранности. Вода в нем чистая. Люди оценили ее достоинство уже давно. Некоторые даже приезжают за ней, чтобы купать своих детей. Вот только сегодня качество воды из родников оказалось под угрозой. Причина тому – это труба, которую строители вывели прямо в овраг. Уже несколько лет совсем рядом ведется застройка жилых домов. Большие многоэтажки буквально нависают над садами и огородами. До сегодняшнего дня дачники уживались не по дням разрастающимся городским соседам. Пока этот самый сосед не стал угрожать их здоровью. Проложена канализация, где будут сливаться ливневые и канализационные воды в овраг, где мы питаемся все три товарищества – СНТ «Тепличный», Людмила и Овощевод. Питаемся все этой питьевой водой. Другой альтернативы питьевой воды у нас нет. Теперь вот началась у нас стройка. Началась с того, что вот здесь начался весь грунт, который идет со стройки. Начали сюда вот у нас все затаскивать. Вот видите, весь лес порубили. Участки вот здесь вот начали точно так же рубить. А теперь уже ливневку пустили. Вот вы видите, это ливневая канализация. А что такое ливневая канализация? Это вся вот эта вода, которая грязь, она будет поступать у нас вот в наш овраг. И вся Дашкова песочня, и даже я знаю, многие люди приезжают на автобусах, и за этой водичкой. Водичка необыкновенная, у нас даже брали анализ. Вот какой-то у нас депутат был хороший, он у нас брал анализ воды. Там даже серебро обнаружили. В общем, вода прекрасная. И если, конечно, вот это все чудо у нас отнимут, мы просто не знаем, как мы будем выживать. А здесь дальше идет это в речку, речка попадает в Дядьковский затон. А Дядьковский затон идет в Аку, где чуть ниже по течению идет Новоселоковский водозабор. И все эти фекалийные отходы будут попадать как раз в нам питьевую воду напрямую. О том, что здесь ведутся работы, люди узнали, когда и днем, и ночью стали слышать шум работы трактора. Буквально за несколько дней труба для будущего слива оказалась под землей. А вот что стало с некогда зеленым лесом. Еще недавно здесь росли деревья и кустарники. Теперь они выкорчеваны под ногами грязь и глина. И повсюду следы машины. Более тысячи дачных жителей теперь не знают, что делать и кто им поможет в их задаче спасти родник. Но на отчаяние времени нет. Уже сегодня готовы письма и собраны подписи в администрацию города, региональный Роспотребнадзор и Управление по общественному порядку и безопасности. Мы же, в свою очередь, продолжим следить за тем, как здесь будут развиваться события. К теме заражения животных африканской чумой свиней на территории региона возвращаются на протяжении последнего года. На сегодняшний день ситуация на пике обострения. Свинина запрещена к продаже на Рязанском центральном рынке. Олег Ковалев прокомментировал ситуацию. В своем заявлении он поручил принять дополнительные меры по урегулированию реализации мяса в области в нормальном режиме. Олег Ковалев отметил, что в настоящее время в связи с АЧС торговля свининой и продуктами свиноводство на рынках запрещено в соответствии с федеральным законодательством. Вместе с тем в регионе организован серьезный контроль за качеством продукции. Я прошу в срочном порядке, Сергей Алексеевич, проработать этот вопрос у вас, выработать конкретные шаги. Я не хочу сейчас обсуждать как павильоны там и так далее, нам уже понятно как действовать. Надо просто сейчас провести вот эти действия с тем, чтобы нам подойти объективно и чтобы обеспечить и производителям возможность торговли, и покупателям возможность приобретения здоровой, качественной свинины. Разработать соответствующее решение губернатор поручил первому заместителю председателя правительства Сергею Самохину, зампредом Алексею Тюменеву и Сергею Дудукину и главе администрации Рязани Олегу Булекову. Если необходимо собственникам какие-то там корректировки по торговым местам для соблюдения норм, которые предъявляет Россельхознадзор и Ведслужба, значит необходимо предложить собственникам быстро проделать эту работу. Там небольшая работа, мне так представляется, потому что вот Политаевский рынок уже сделал все это. И там проблем нет. А центральный рынок пока нет. И необходимо разобраться. Конечно, что касается торговли в неустановленных местах, торговли с открытых площадок, здесь ярмарочной торговли, здесь мы должны с вами это закрыть, потому что здесь контроль не такой жесткий, как на рынках. И входящий контроль, и текущий контроль. В редакцию нашего телеканала обратились родственники одного из пропавших рязанцев. Они сообщили, что Николай Витальевич Бордеев 25 апреля этого года рано утром вышел из дома по адресу улицы Маяковского, дом 103, дробь 42, и до сих пор не вернулся. Известно, что до начала мая Николай появлялся в некоторых ресторанах Рязани, после чего он оказался у родственников в городе Ярцево в Смоленской области. Там он пробыл с 1 по 5 мая. После этого он ушел, сообщив, что поедет в Рязань через Москву на автобусе. Но билет в столицу Николай купил только спустя несколько дней, 11 мая. Дальше вся информация о нем остается неизвестной. Пропавший может быть одет в зеленую куртку, джинсы голубого цвета, бело-синие кроссовки фирмы «Соломон». При себе у него мало вещей, возможно, есть рюкзак бело-салатового цвета. Сегодня трудно представить жизнь людей без тех коммуникативных способов связи, которые сейчас существуют. Первые шаги к этому были совершены в далеком прошлом. Сегодня, 13 июля, Россия отмечает день начала работы первых телефонных станций. Они были запущены в 1882 году в Санкт-Петербурге, Москве, Одессе и Риге. Через несколько лет телефонные станции стали появляться по всей территории нашей страны. Когда и в каком виде связь добралась до Рязани, вы узнаете из следующего сюжета. В 1896 году к начальнику главного управления почты телеграфов России обратился некий дворянин из Рязанской губернии Евгений Иванович Гвоздев с прошением и сметой на строительство телефонной связи с Рязанью и 12-ю уездными городами. Отведывал получен в кратчайшие сроки. В феврале того же года телефонная связь была опробована, и уже 26 июня 1896 года в Рязани зазвонили первые 40 телефонов у абонентов городской телефонной станции. Спрос на телефонную связь возрастал одновременно с экономическим ростом России. В течение 1914 года полностью была занята емкость новой телефонной станции в Рязани на 350 номеров. В этом же году начала действовать междугородняя связь с Москвой. В послевоенный период в Рязани была введена в строй новая междугородная телефонная станция на улице Щедрина. Рязань получила 10 исходящих и входящих полуавтоматических каналов связи на Москву. В коммутаторном зале были установлены 30 междугородных коммутаторов на 120 каналов и 6 заказных коммутаторов на 12 рабочих мест. Самые кардинальные перемены произошли со связью в Рязани в 90-е годы. Тогда на смену проводной пришла сотовая связь. Все мы перешли на мобильную систему связи. Это сотовая система связи, с чем мы пользуемся, стандарт GSM. Если говорить о принципах, я думаю, что это может быть и не стоит. Но тем не менее, что такое сотовая связь? Это огромное количество сот с маломощной станции, что очень важно. Потому что если излучает одна станция с радиусом 30-40 километров, мощность излучающей очень высокая и опасная. А маленькие станции, излучающие небольшие расстояния, благодаря тому, что соты находятся очень близко друг от друга, мощность незначительная, излучение. И, соответственно, этот вопрос сегодня, ну, по крайней мере, мы все-таки считаем, что это не наносит серьезного вреда. А связь, естественно, стала просто исключительной. Уровень связи в области впервые за все годы существования приблизился к европейским и мировым стандартам. В 1996 году к 100-летнему юбилею рязанского телефона в Рязани зазвонил 100-тысячный телефон. В 2006 году наш город праздновал 110-летие рязанского телефона. Так что наш старый знакомый телефонный аппарат сегодня можно по праву считать почетным долгожителем, у которого, между тем, впереди наверняка еще много замечательных лет. В Рязани появился туристический логотип. По итогам конкурса победителем стал художник, изобразивший стилизованный символ рязанского ратника. До этого неофициальным туристическим символом города было изображение трех куполов, нарисованных одной черной сплошной линией. В конце прошлой недели городские власти утвердили новый логотип города Рязань. Им стал вот такой профиль богатыря. Напомню, ранее Рязань символизировали контуры куполов, которые отсылали нас к Успенскому собору из ансамбля рязанского Кремля. Мы решили узнать у жителей нашего города, как они относятся к новому логотипу. Вполне подходит, потому что купола – это как-то не очень приемлемо. У нас не особо церковный город. Поэтому, я думаю, да, это вполне достойно будет. Богатырь – это как-то вот сила, такая мощь идет. А купола – они просто, ну, тоже хороший самый символ, потому что это все-таки что-то связано с религией. Мне кажется, вот этот больше подходит. Лучше купола. Почему? Ну, оно как-то, как бы рассматривается историей и правильно. Вот исторически сложившиеся купола, древний город Рязани и лучший купола. Не каждый может понять, что это символ Рязани, потому что богатырей на русской земле хватало, в каждом городе был свой. И никто не понимает, что это именно рязанский богатырь. А купола, вы считаете, что это… Ну, да, как-то он… Купола – это все узнаваемые, а этот герой – не узнаваемый. Ну, видишь, он какой-то там, видишь. Если бы было написано, то он там есть. Может быть, было, можно и добавить богатыря к куполам? Я привыкла к куполам. А новые как-то не очень. Сразу не поймешь, если так вот кто-то и нет. Если бы не объяснили, это долго было бы разбирать. Напомним, в 2013 году муниципальные власти уже предпринимали попытку создать так называемый бренд Рязани. Тогда на суд народный был представлен концепт «Рязань – березовый край». Три вышитых березовых листочка должны были стать отражением характерных особенностей региона. Бренд получил в основном негативную оценку пользователей интернета и был категорически отвергнут общественностью. Приживется ли новый логотип – покажет время. Его автор отметил, что образ изображенного защитника отсылает к героической многовековой истории города и может напомнить как о подвиге Евпатия Калаврата, так и о князе Олеге Рязанском. Награждение победителей и участников конкурса идей пройдет в рамках одного из ближайших фестивалей проекта «Встречи на почтовой». Работа над окончательным вариантом логотипа и фирменного стиля для города будет завершена к 15 августа текущего года. В скором времени в парке на Соборной появится памятник одному из самых почитаемых святых – преподобному Сергию Радонежскому. Он является покровителем воинов. В свое время именно он благословил на победу в Куликовской битве Дмитрия Донского. Памятник в его честь появится в Рязани неспроста. На нашей земле он встречался со знаменитым князем Олегом Рязанским. На территории Соборного парка уже в течение нескольких дней ведется активная работа. Ведь в скором времени именно здесь появится памятник одному из самых почитаемых святых – преподобному Сергию Радонежскому. Изготовлен этот монумент был в рамках проекта «Аллея российской славы» и передан в дар Рязанской области российским военно-историческим обществом. Изначально памятник планировалось установить на территории Свято-Троицкого монастыря. Однако побоялись, что четырехметровые фигуры святого нарушат архитектурный ансамбль. Сергий Радонежский – один из очень важных для Руси святых. И обсуждать, где его правильно поставить – очень тонкая вещь. Когда мы обменивались и рассматривалось на уровне руководства, правительства и вице-губернатор здесь бывал неоднократно. Но главный критерий – это тот памятник, тот святой, который при всех, любых мнениях, он должен быть ближе к людям. Поэтому вот эта привязанность к одной из старой артерии входа в Кремль, центральной аллеи, вот она и возникла, исходя из этого главного и важного подхода. Главный архитектор Рязанской области лично следит за качеством всех проводимых работ. На сегодняшний день уже залит фундамент под установку монумента и ведется обустройство прилегающей территории. Сам же памятник, выполненный из белого мрамора, появится в парке уже в ближайшие дни. Это все новости, которые мы приготовили для вас на сегодня. Мы будем и дальше следить за развитием событий, чтобы вы оставались в курсе происходящего в нашем городе. Я с вами прощаюсь и желаю вам хорошего настроения, успешной работы и приятного летнего отдыха. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok